Здравствуйте! Меня зовут Алмаш Шарман, я являюсь профессором медицины. В прошлой передаче я рассказывал об интервальном голодании в качестве эффективного и быстрого метода борьбы с избыточным весом. Это важно, поскольку люди с ожирением в два раза больше подвержены тяжелому течению COVID-19 и на 50% чаще умирают от этой болезни. Сегодня я хотел бы поговорить об интуитивном питании, долгосрочном и устойчивом пути контролирования веса, улучшения здоровья и, соответственно, уменьшения рисков, связанных с COVID-19. Этот подход к здоровью практиковали наши предки, намады, поэтому я назвал его Noma Diet. Суть Noma Diet заключается в том, что можно есть любую пищу без каких-либо запретов и строгих ограничений, осознанно полагаясь лишь на свою интуицию. Ну, в чем опасность запретов? Мы часто хотим отведать блюда, которые многие считают нездоровым, но вопреки этому у нас нелетко возникает навязчивое стремление все-таки его заполучить. Запретный плод всегда сладо. Такое нездоровое желание часто приводит лишь к перееданию и прочим пищевым нарушениям, а последующим к чувству вины и собственной неполноценности. Noma Diet позволяет съесть заветное блюдо в любое время, когда вы захотите. Но для этого важно с вниманием относиться к внутренней интуиции, прислушиваться к важным сигналам, поступающим от собственного организма, воспитывать в себе целостное восприятие здоровья. И лишь тогда желаемая пища станет истинным вознаграждением для нашей плоти и сознания. В нашем стремлении быть стройными мы часто упускаем одно из главных вознаграждений жизни – удовольствие и наслаждение от принимаемой пищи. Когда мы наслаждаемся едой, особенно в кругу семьи, друзей, обсуждая каждое подаваемое блюдо, его ингредиенты и способ готовки, то удовольствие, которое мы получаем от этого, становится мощной силой, вызывающей у нас ощущение полноты жизни. Если каждый раз практиковать такое отношение к пище, то можно понять, что ее на самом деле нужно не так уж и много для того, чтобы по-настоящему насытиться, получив при этом истинное удовольствие. Когда организму не хватает пищевой энергии, он возвещает об этом чувством голода. Следует с уважением относиться к таким позывам и попытаться своевременно, в разумной степени, обеспечить организм тем, что ему необходимо. Если же длительное время игнорировать чувство голода, можно запустить опасный механизм переедания. Нестерпимый голод полностью отметает все благие намерения питаться умеренно. Принимая пищу, необходимо прислушиваться и к сигналам о наступлении сытости. Для этого важно найти минутку во время еды, чтобы задуматься и обратить внимание на признаки, указывающие на то, что принятой пищи уже достаточно для утоления голода. Например, можно в середине трапезы сделать небольшую паузу и спросить себя, какова еда на вкус? Наступило ли чувство сытости? Если в голове появляются мысли, которые порицают за съеденный кусок торта или хвалят за жесткое ограничение калорий, необходимо как можно быстрее избавиться от этих мыслей. Они и есть наш внутренний надзиратель, своеобразная цензура, которая глубоко внедряется в наше сознание, несправедливо насаждая бессмысленные чувства вины и безысходности. Изгнание такого цензура надзирателя станет переломным моментом на пути к интуитивному питанию и здоровью. С пищей не стоит воевать, но если это все же происходит, необходимо договориться о перемирии и разрешить себе полакомиться без каких-либо предварительных условий. Необходимо выбирать для себя такие продукты, которые нравятся нашим вкусовым рецепторам и улучшают самочувствие, а также верить в то, что они улучшают наше здоровье. При этом не следует совсем уж отрицательно относиться к пище, которую принято считать нездоровой. Мы не поправимся лишь от одного перекуса или от одной палочки сочного шашлыка, даже порции мороженого, которого так хочется. Значение имеет лишь долгосрочные пищевые привычки и сам характер питания. Но следующая рекомендация позволит сохранить здоровье и предупредить болезни. Это употреблять больше цельных продуктов в противовес переработанным легким закускам, есть больше волокнистых овощей, значительно сократить потребление сахаров и пищи с добавлением сахара, минимизировать потребление продуктов, приготовленных из белой муки и содержащих переработанный крахмал, отказаться от трансжиров в пользу потребления ненасыщенных растительных жиров. Но все это звучит очень привлекательно и вроде как почти ни к чему не обязывающе, не правда ли? Отмечу, что Нома Дайд – это по сути хорошо забытое старое. Но когда мои дети были маленькими, я любил наблюдать за тем, как они едят. Они наслаждались пищей и всегда знали, когда остановиться, а затем бесконечно бегали, увлекаясь различными играми. Те из нас, кто, будучи взрослым, постиг секреты Нома Дайд, обладают ключом к устойчивому здоровью. Такой стиль жизни привлекает своей легкостью, если вы хотите долго-долго быть здоровым. Более подробно о Нома Дайд можно прочитать в моей книге «8 секретов здоровья. Исповедь современного Номада». С вами был Алмар Шарман. Питайтесь правильно, при этом наслаждайтесь пищей и будьте физически активны. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин